привет всем еще раз так ну последнее видео на сегодня я хотел снять поговорить по поводу режимов работы двигателя ну грубо говоря изменения топливных карт режим а режим б стандартный и а мотоциклов yamaha r1 2009 года и тире 2014 годов выпуска вот принципе эта модель 2009 по 2014 как бы есть уже получается первая генерации 2 первая генерация выпускается 2009 по 2011 год декабрь месяц вторая генерация начали они выпускать 2011 года декабря ну грубо говоря с 2012 по 2014 год то бишь пока идет 2000 годов я видел релиз но без изменений в принципе уже так же там вот изменили огни дневные огни да добавились вот эти вот усики цветодиодные в принципе там немножко по пластику там по пластиковой вот этой защите накладки на выхлоп там вот и самый главный трекшн контрол и я когда в своих обзорах говорил что двигатели без изменений 2009 по 2011 по 2014 года я ошибся я вычитал все-таки там посмотрел кое-какое там видео тоже обзор там англичане сделали в общем 2012 двигатель тот же но блок управления перепрошит и они там добились более четкого отклика газа середин серединные показатели в общем устроили в районе 7000 да где-то середины идти до 7 лучше он откликается на газ ну вот они добились методом просто перепрошивки блока да топливных карт то бишь двигатель не трогали вот такой нюанс вот ну давайте поговорим вернемся к этим к режимам до 2009 по 2014 вот они как есть на правой ручке кнопочка это так называемый дима управление работы двигателя так она и осталась когда вы включаете зажигание независимо какой у вас до этого стоял режим б а при каждом включении зажигания всегда сбрасывается в режим стандарт ну начнем давайте с первого да если вы щелкните ручку ну давайте визуально покажу вот эта ручка да значит молд дима вот вы включаете зажигание всегда в режиме стандарт если вы щелкаете ручка только щелкается влево то бишь на ней щелкается вот так влево вправо у него только один ход влево вот мы щелкаете он в режим а переключается да еще расчелкаете в режим b еще раз режим стандарт каждом включении он давайте покажу вот допустим я ездил в режиме а прошлый раз да все вот заглушил выключил зажигание включил как видите режим стандарт в общем в режиме b как бы я владею как бы я не могу сказать что я полностью оседлал я полностью привык в режиме b и стандарт скажем так я уверен что я могу делать как я могу им управлять как я могу ложить как я могу ускоряться с какой интенсивностью как я могу тормозить и так далее а вот в режиме а я конечно до сих пор скажем так новичок но когда я езжу в режиме а это только где-то за городом потому что ну это просто будет я не знаю ну дергатня скажем так ему надо крутить в режиме а в городе бегут только на трассу где более-менее трафик такой свободный как бы режима реально реально такой очень резкий дерзкий опасный он реально для трека вот что-то схожее я так вот смотрю в режиме а вот этот gp с настройками прямо он такой вот как бы я такого мотоцикла ни разу еще таким не управлял я как бы на многих ездил горбовый инжекторный но я ни разу такого не чувствовал в режиме а вот только вот минимальное изменение ручки газа настолько влияет на твое ускорение и так далее ну ладно в общем вернемся к режиме b я по порядку в режиме b насколько я читал но это не официальный источник это вот где-то форумы там еще какие-то посты режим b я знаю точно что он управляет блок управления двигателем управляет дроссельными заслонками и вот этими вот yamaha ucct ucci yamaha chip control portal yamaha chip control intake это тубишь yamaha chip control control это управление дроссельной заслонкой fly-by-wire тубишь не тросиками а там идет идет сигнал датчика положение дроссельной заслонки а датчика ручки и блок управления двигателем управления двигателем управляет сервомотором который управляет дроссельными заслонками и yamaha chip control intake вот этими патруками то есть меняет систему прошлого атака ну больше-меньше это грубо говоря они так сделали работу экзап ну экзапа здесь нет да выпуск тут такой обычный там катализатор только стоял ну вот чтобы не забыли у мотоцикла более-менее какие-то вот он только с трех тысяч там более-менее ели вот они вот этим вот впуском решили такую ввести новое введение но она реально работает она не только с 2009 она устанавливалась уже там 2000 ну почти с первых инжекторных моделей ну не первый инжектор но первым инжектором просто инжектором мотором это было вот там с экзапом а следующая там по-моему еще седьмой восьмой 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 вот я вот не знаю по ощущениям как бы все равно я его что в режиме б стрелку ложу что в режиме стандарт что в режиме 279 он как бы быстро достаточно он играет единственное я почувствовал реальный обороты стреляют да медленнее не знаю 50 лошадей, 206 килограмм, побольше, чем у РБОВА РКИ, полная масса на 195, не знаю, со 150 лошадками он бы также в режиме B стрелял бы до максимальной скорости, не знаю. В общем режим стандарт, это классический режим, я бы посоветовал использовать в городе, если вы не достаточно привыкли к этому, то вообще или это у вас весь байк, там, литровый, или в городе, его, он такой мягкий, покладистый, не надо там дрочить сцепление, надо готовить траве, чтобы он не дергался, потому что на низких оборотах он прям, как трактор, блять, дергается, не хватает, не думайте, что это что-то так двигательное, скоробка, это вот, ну, мотоцикл создан как бы для прохватов, там, дубасик где-то на треках, там, ну, он явно не для города, это я сразу говорю, и посадка, вы на нем задубеете, ездить постоянно, как вот, ну, берут некоторые байки, да, там, в больших городах, чтобы пробки сбежать, ну, точно не такое надо брать. Так, и режим B я бы посоветовал, ну, для влажной погоды, да, для холодной погоды, когда резина холодная, там, асфальт холодный, где-то там, если вы не уверены, скажем, в дороге, ну, первый раз по низу, где там песочек присыпав в поворотах, где не присыпав, чтобы, не дай бог, вы там, не дернули ту ручку, там, режим стандарт или А, и все это, 100% колесо ушло. Трекшн контролла здесь нет, надо быть аккуратным. Режим B в этом плане, ну, маловероятно, что сорвет колесо, там, если вы реальный уже, там, крутанете до отсечки, то да, а так, он очень мягкий. То есть, есть шанс успеть сбросить газ, да, закрыть газ и, как бы, вот этот вот, так называемый, хай сайд, сбежать хай сайда. Ну, если он уже слишком большой угол, колесо закинул, и вы, если сбрасываете газ, хай сайда не избежать, вас, я не знаю, катапультирует из него, как вот, на Родео, они скачут на быках, вот, то же самое, полетите далеко и более. Вот. Ну, вот, в принципе, в режиме B, режим стандарт, это вот стандартный, да, вот, когда включают сжигание, не зря он всегда сбрасывает. Он, в принципе, да, тоже такой покладистый, но уже надо быть поаккуратнее. Он уже легко в колесо становится, первые, там, две-три передачи, первая, вторая, третья, если вы открываете полный газ. Он, как бы, сгорается достаточно мощно, да, там, до четвертой передачи колесо буксует, да, если холодная резина. Ну, как бы, что, ну, это вот стандартный режим, вот, как он работает, дроссельные заслонки, без никаких задержек, а, ну, есть спускные патрубки, тракты, и якобы, вот, что тоже по лошадям, между 150 и 182, да, вот, в режиме стандартного. У тебя, типа, не полная максимально мощность в результате, а в опцию где-то между, ну, тоже не знаю, правда, нет, ну, вот. Вот, режим стандарт где-то не можно использовать, но его так придется подстравливать. Нет, как бы, все равно он такой рисковатый, да, это уже, как бы, явно, вот, если режим не халюшат, то он не шуток, да, все равно любую 600-ку в режиме ПЭМ, он, блин, просто разорвет. С режимом стандартным я молчу, ну как бы о режиме стандарт, стандарт он и есть стандарт, это вот надо сесть почувствовать. Желательно вот если вы берете его для себя, вот как он есть в стандарте, так почконьки учитесь. Потому что если вы начнете сразу в B, постоянно включаете зажигание, переключаете в B, научитесь в B, привыкнете, что вот он такой, ручка такая мягенькая, она прям ее можно крутить, а он не так вот здесь, наоборот увеличивает. Потом вам будет трудно перестроиться в режим стандарта, режима, если где-то вы более-менее на нем научились ездить, хотите там с друзьями прохватить, показать, как бы да, что такое эрка там, не этот каленвал, ай, кросс-плейн, да, кросс-плейн ай-фо, по-моему, абберриатура гена, да, кросс-плейн ай-фо. Показать друзьям, да, что вот как она стреляет, то вам будет очень тяжело, он будет вот так, не то, что вот как на старой эрке, там первая, вторая, максимум, колесо дергать. Вот тут, на сильном ускорении, там, может повредить вот одно, здесь, там, что-то, там, какой-то, там, угарок, и все, инерционный дух работает, у него прям тяга крутящая момент сумасшедшая. Вот, режим стандарт. Ну и в режиме, о, как я, разточки, из-за-то, в режиме А, ну вот как я сказал, я очень редко так вот, состояние какое у меня, просто состояние выспался-небуспался, но так же что на день ты не души бывает потому что хочет адреналина прострелить по нереально что даже стандартный режим тебе нет тогда режима я сто процентов говорю что он даст посраться у него байкер он даст пизды вот любому реально ощущение будет вот так положительных ну в большинстве случаев положительные если какие то там нюансы в плане вы там выхватите вилли там не знаю что то где то в повороте вас там чуть киданет в заднее колесо от того что вы слишком газ открыли ну вот такие слова а так если вы по прямой вот вам хочется просто мощного ракетного старения положительным в 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 городе на нем нереально но можно тошниться конечно там потихоньку бурну как бы единство что звук я заметил изменяется переключаешь топливные карты да вот эти б стандарта звук меняется при газе может быть от старейшие обороты набирает поэтому звук как бы такой изменяется ну ну я считаю что звук меняется спуск здесь выпуск ну как бы спуск тоже звук чуть чуть меняется вот режима только для каких-то там жестких прохватов где вот хороший асфальт сладенький без камышков в повороте присыпанных там и так далее трафик слабенький да такой разреженный потому что ну он реально там вот прям с сотни до двухсот стреляет там несколько секунд прям с двухсот до трехсот тоже там как бы очень все быстро происходит надо всегда руку на тормозе держать немного на тормозе в любой момент волненок прям его осаживать тормоза здесь слава богу отличные просятся армированные штанги вот сейчас жарко сегодня вот здесь пять а то и выше но сейчас уже прохладненько я чувствую ну когда ты вот жарко вот тут упасишь вот как я средствами упасил сюда я ну иногда там всякие казы бывали приходилось несколько тормозить я чувствовал что сюда просятся армированные штанги я не жалуюсь на тормоза но просто это как бы такой болезнь который увеличивает вашу безопасность при движении вот ну вот так вот мои ощущения это чисто мои ощущения я там не призываю что вот такие должны быть у всех каждый попробует и скажет ну вот я просто хочу донести и для новичков и для опытных там я имею ввиду опытных которые вот катались всю жизнь на кавах на этих ZX часов на CBR ну и так далее джиксерах и вот решили попробовать просто я даже не говорю что в режиме надо быть аккуратным потому что он даст пизды и ошибок он кстати тоже ну не прощает он такой с виду эта эрочка такая красивая вся да вот такая лупатая приятный взгляд что вроде казалось бы дружелюбная но в плане что вот у нее настолько скидочная мощность крутящего момента в принципе ну в принципе вот с середины до максималки да вот как раз там 10500 максимальный крутящий 115 мм ну как бы я не говорю что я там уже супер опытно привыкли я прошу больше ну вот крутящего да по лошадям я не спорю тут как бы так по любому по крутящему на этот момент как бы в самый раз ну не обязательно там при обгоне требуется тыкнуть там передачу ниже там две ниже можно на шестой идешь спокойно чуть прикрутил и спокойненько обогнал если ты конечно ходишь прям как ракета стрельну туда придется там пару передач тыкнуть ниже и как бы стрельнуть мощно так а спокойно езде на автобане где-то перестраиваешься просто обходишь поток не обязательно бензин зачем зря полить он как бы и так кушает прилично да ну я вот добился кстати видео я не знаю заснял нет я добился 5.5 расхода на нем в режиме B на шестой передаче я ехал не больше 110 и ну там вы знаете не знаю сейчас покажу вот эта рисочка бегает да открытие дроссельной заслонки где значок R1 такая бегунок такое я ехал то бишь на шестой передаче 100 110 я так держал ручку чтобы вообще рисочек не было да то бишь там если чуть не открываешь одна рисочка появляется я ехал что вот ноль рисочек пустая дорожка и ему хватает тяги ехать 110 и вот у меня 5.5 и ниже не падал я так понял вот минимальный расход может быть по факту и был ниже мне еще не считал это посчитать потом вот по факту залил пробег посчитать разделить ну я так помню здесь прошито вот 5.5 все ниже ну я был доволен в принципе на дальняк 110 где-то вот с круизерами там с чопперами тошнишься ну даже 120 там 5 максимум ну 6 литров автономность конечно в принципе хорошая 6 литров да 18 литров бак то бишь это уже 200 км в среднем да и плюс там еще 4 литров да до 18 ну грубо говоря до 250 ты точно даешь такой режим то бишь это достаточно хорошо то бишь до Влада можно с Артенева доехать и на Роснефте там опять залиться я только Роснефть с улью до 8 вот степень сжатия здесь 12.8 полностью не ошибается то бишь тут надо лить высокоокраном и бензин ниже льешь 95-й можно а 90-ой кран вышло 11 и так то бишь вот вот так вот мы еще не провяжем я не знаю сейчас я тут еще видео сниму вот этот как видите да здесь достаточно тихо такой уединенный уголок я его называю минимум где-то тут получается 20 метров где-то вот Артенгик основной трассы блин забыл деревню ладно короче 60 километров от Артенева в сторону вот столько на поворот налево будет на нефтезавод сейчас нефтезавод кстати покажу ну красиво здесь места и тихо вот видите я тут уже наверно часа три медитирую вот и никого тут ни одной машины пищаёк ну что и птичка летает ну вот в принципе все сейчас поедем покажу эту трассу до конца доеду и обратно по моему нефтезавод вот в принципе все ну спасибо за внимание если как бы я помог рассказал свои ощущения по этим режимам то вот в принципе как то так там уже просто имейте ввиду а когда по факту если вы хотите ну скажем кататься на таком мотоцикле ездить то уже просто имейте ввиду а там уже будете сами знать про себя как со временем я скажу так что у режима я до сих пор мне это хорошо я до сих пор боюсь его до сих пор мне страшно до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор это хорошо когда так это значит свой мотоцикл он тебя цепляет за все места грубо говоря за душу и жопа вот трясется так что неприятные ощущения адреналин такой вот это очень хорошо потому что обычно человек насыщается адреналином и жажда скорости очень быстрее ему хочется еще мощнее еще быстрее ну сейчас он всегда машинами увлекался тюнингом вот такой вот еще лошадок хочется еще какую-то турбину интеркулер здесь конечно он грубо говоря почти стоп но выхлоп и впуск это для мотоцикла скажем так первый тюнинг делают ребята потому что хочется и звук поприятнее да неожиданно токовая шуршалка это и пассивная безопасность тебя слышат ну как бы достаточно далеко видят да там сафары хорошие то есть он ставит по дальним ездить чтобы себя показать если мотоцикл яркий видно у меня светотражающая пленка везде наклеена плюс и желательно экипировку яркую ездить вот такие моменты полезны для всех в общем спасибо за одеваться так вот по поводу вот этой рисочки да я думаю все знают вот она была видели да и вот допустим сейчас я его заведу вот сейчас газ холостые да видите я за 4000 и нету я ехал вот так вот не было никакой рисочки то бишь имейте ввиду при желании можно довести по факту скорее всего еще меньше потому что здесь ну я засекал как-то пару раз по факту расход сколько бензина залил сколько километража проехал ну грубо говоря почти на литр ну около того завышает компьютер да на литр больше но все равно лучше брать компьютерный расчет потому что это будет запасом вы никогда не протабаните там нежели если вы будете по своим расчетам и в итоге где-нибудь не дай боже заглохнете этот мотоцикл толкать будет еще тяжелее нежели мою старую эрку 2001 года потому что я ее толкал пять километров до заправки варфоломеевской встал посередине было много матов была хорошая зарядка но это в обед был в принципе это просто было какие-то занятия физкультурой когда на нем видишь он такой легкий пушинка да там когда ты его толкаешь заглушен достаточно тяжелая техника этот так ну все спасибо